МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Декрет номер один. Как будет работать, кого затронет и какие результаты принесет? Тему прокомментировали специалисты социальной защиты. Кто ищет, тот найдет. Наши корреспонденты поинтересовались возможностями для переобучения безработных граждан. Беспрецедентная свобода и льготы для бизнеса, а также развитие цифровой экономики. Все нюансы раскроем в актуальном интервью. 10 лет активной работы. В честь юбилея Республиканского общественного объединения Белая Русь в Гомеле прошли торжественные мероприятия. Какой была неделя из жизни региона, расскажем в ближайшие 26 минут. Создать условия для максимально полной занятости населения призван декрет номер один, подписанный главой государства в конце января. Это не только дополнительные возможности для населения, но и расширенная зона ответственности для местной власти. Об основных положениях одного из самых обсуждаемых документов рассказали журналистам на пресс-конференции представители комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского областного исполнительного комитета. В ближайшие два месяца декрет номер один детализирует. Будет составлен список незанятых в экономике граждан и перечень услуг, которые им придется оплачивать полностью. При этом специалисты подчеркивают, это коснется только тех, кто сознательно не хочет работать. Если человек активно ищет работу, проходит переобучение, проявляет инициативу, санкции его не коснутся. С пониманием подойдут и к тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Таких людей в список также не внесут. Однако специалисты отмечают, какого-то конкретного алгоритма, по которому их будут определять, не существует. Трудно выработать такую инструкцию, которая бы могла предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть у конкретного человека. Потому на местах и создаются комиссии межведомственные, которые будут анализировать ситуацию в целом, которая сложилась в конкретной семье у конкретного человека и искать пути решения этой проблемы, но не только в вопросах трудоустройства, но и оказания других видов помощи. В состав межведомственных комиссий войдут депутаты, представители службы занятости, ЖКХ, общественных организаций. С каждым человеком будут встречаться индивидуально, беседовать и выяснять, почему он не работает. Предложат варианты трудоустройства или переобучения, выслушают пожелания, окажут поддержку в решении проблем. Задача не создать дополнительные финансовые трудности для человека, а наоборот помочь решить существующее. С новым декретом занятости и стабильности жизни населения станет важнейшим критерием деятельности властей на местах. Работать комиссии будут постоянно. К тому же это позволит составить портрет районов с напряженной ситуацией на рынке труда. Туда направят дополнительные средства. Будут определяться регионы с напряженной ситуацией на рынке труда. Но напряженная ситуация будет определяться не только от уровня, и зависит от уровня безработицы, но и от движения рабочей силы, в том числе приема валения кадров, напряженность на рынке труда, но и от других ситуаций конкретного региона. И вот в этих регионах у местных властей будет законная возможность привлекать бюджетные средства для решения вопросов занятости. В том числе и привлечение инвесторов для создания рабочих мест, создания новых предприятий, ну и других вопросов. Кстати, сегодня средний уровень зарегистрированной безработицы на Гомичине составляет 0,7%. Экономика региона нуждается в медицинских работниках, зоотехниках, трактористах, операторах машинного доения, а также бетонщиках, сварщиках и вообще людях рабочих профессий. Среди проблемных в этом плане – Жлобинские, Лоевские и Чечерские районы. При этом специалисты отмечают, что с недавним принятием ряда указов ситуация стала улучшаться. Все больше людей решают открыть свое дело и самостоятельно создать для себя рабочее место. Частному бизнесу зеленый свет – заявительный принцип, минимум проверок, прозрачная и простая система налогообложения. По-новому будут работать и ремесленники. Кстати, в прошлом году субсидии на открытие своего дела получили более 470 жителей области. В этом году обещают оказать помощь еще большему количеству людей. Субсидии предоставляются, если это в сельской местности, то в размере 15 бюджетов прожиточного минимума. Если это в городских населенных пунктах, то 11 бюджетов прожиточного минимума. Примерно это соответствует около 1000 долларов. Кроме того, в планах на этот год превысить прошлогодние показатели по трудоустройству граждан на новые рабочие места. А это более 6000 человек. Всего в прошлом году служба занятости региона помогла трудоустроиться более 30 тысячам человек. Сейчас эта работа станет еще более активной. Дополнительно будет принят ряд постановлений, которые определят порядок отнесения трудоспособных граждан к незанятым в экономике, а также перечиню слуг с оплатой 100% стоимости. Детали документа будут доработаны до 1 апреля. Заработает механизм с 1 января 2019 года. Анна Ковалева, Михаил Рабков. Новости недели. И в продолжении темы. В Гомеле для трудоустройства граждан разработан и реализуется комплекс мероприятий. В частности, речь идет о проведении ярмарок вакансий, дней предприятий и организации переобучения безработных на новые специальности. Эффективность принимаемых мер оценили наши корреспонденты. В эти утренние часы в Гомельском центре занятости людей относительно немного. Чуть позже их количество увеличится. Однако значительного наплыва посетителей в этот день здесь не ожидают. Сегодня в Гомеле в качестве безработных зарегистрировано около 1700 человек. Это примерно 0,7% от экономически активного населения. Наиболее уязвимая категория гомельчане в возрасте более 50 лет. Их среди официально зарегистрированных безработных почти 25%. Всего на 1% меньше в этом списке людей в возрасте от 30 до 39. По словам специалистов, выделить какую-то одну наименее востребованную специальность нельзя. Трудоустроиться в Гомеле можно по любой профессии. Другое дело, что практически никому не нужны те же бухгалтеры без та же работы. Среди новых направлений, востребованных на рынке труда, промышленный альпинизм, няня на дому, обвальчик мяса. При этом специалисты центра занятости отмечают такой факт. В Гомеле есть так называемые профессиональные безработные. Им не подходит ни один из предлагаемых вариантов даже при высокой зарплате. При этом приводятся десятки причин. От далеко ехать, да мне это не подходит по состоянию здоровья. У всех остальных возможность найти работу не только теористическая. Среди самых распространенных вариантов сегодня повышение квалификации или переобучение на новые специальности. Все сдержки в данном случае несет бюджет. В основном молодежь идет на профессии повар, парикмахер, мастер по маникюру, педикюру, продавец, контролер, кассир, автослесарь, и штукатуры, облицовщики, плиточники, электромонтеры по ремонту, обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщики, ну и другие профессии. Люди, которые более в возрасте, в основном выбирают профессии такие, как машинистка, чигара, оператор котельный, лифтер. Но многие профессии еще перед тем, как мы отправляем на обучение, зависят еще от того, как человек по состоянию здоровья пройдет ли комиссию. Новые специальности с последующим предложением работы научат в срок от 3 до 6 месяцев. Сейчас в Гомельском центре занятости формируются группы и подбираются учебные заведения, на базе которых можно будет получить новую профессию. Мы выбираем учебное заведение там, где дешевле, естественно, это ази основных критерий, но и не списывается обязательно и качество. То есть педагогический состав, мы смотрим опыт работы учебного заведения, мы смотрим, как они относятся именно к производственному обучению и практике, потому что это немаловажный аспект в обучении. Одно дело прочитать теорию, другое дело все-таки, когда человек руками попробует то, что он должен будет делать в дальнейшем. Ну и обязательное условие – это связи с предприятиями города для того, чтобы людям предлагалось покончание работы. В случае, если они успешно сдают экзамены, получают хороший разряд, чтобы мы могли предложить им трудоустройство. Тенденция, которую необходимо обязательно учитывать тем, кто ищет работу или уже нашел ее. Высокая зарплата подразумевает и высокие требования со стороны нанимателя. Во-первых, никто не будет держать нарушителей дисциплины. Во-вторых, всем нужны профессионалы. Работников по инициативе нанимателя приходится увольнять нечасто. Нечасто. В общем-то, за проступки какие-то, в общем-то, это единичные случаи. Что касается инициативы нанимателя, просто за качество выполняемых работ, ну, здесь немножко может быть и почаще. Александр Дыниченко в свое время работал и строителем, и юристом. Сегодня он слесарь по ремонту автомобилей, причем достаточно высокого, четвертого разряда. Именно этой специальности Александр на протяжении полугода учился в прошлом году. Работу нашел в Гомельской городской автобазе организации здравоохранения. Уходить откуда не собирается. Говорит, что в 50 лет хочется стабильности и уверенности. У меня раньше был техникум, и там техник-судоводитель образования было. И по нему мы двигатели изучали, поэтому я, в принципе, принял решение получить рабочую специальность и устроиться дальше работать по двигателям. В этом магазине продавцами работают сразу несколько человек, которые прошли переобучение с помощью центра занятости. Еще в прошлом году Екатерина Ермилова была швеей, однако по ряду причин с этой профессией пришлось расстаться. Зато теперь, говорит, есть и любимое дело, и приличная зарплата, которая в дальнейшем будет только расти. Тем более, что вместе с профессией продавца женщина получила и специальность контролер-кассир, что делает ее более конкурентоспособной на рынке труда. Учеба мне понравилась, там хорошие педагоги все хорошо объясняли. Практику проходила тоже, как бы с легкостью я все, ну, понимала. Вот, все понравилось. У меня две сестры продавца, а я, как бы, третья. Алексей Серов, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель», новости недели. Вы смотрите новости недели. Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Десятилетие республиканского общественного объединения «Белая Русь» отметили в Гомельском городском центре культуры. Участие в торжествах принял председатель объединения Геннадий Давыдько. Первый пункт программы – встреча с активом областной организации. Затем гости и участники мероприятия знакомились с различными аспектами деятельности «Белой Руси», представленными на фото-выставке и в кинофильме. Торжества продолжила церемония вступления в ряды организации новых членов. И в завершении прошел концерт под названием «Ритмы планеты». Абсолютно новый и самобытный проект включил произведения более чем 15 стран мира. В Житковичском районе на этой неделе вновь установлена понтонная переправа. Режим ее работы будет зависеть от погодных условий. Планируется, что в ночное время, как и в последние две с половиной недели, с берега на берег людей будут доставлять на катере МЧС. Пока люди ждут его или рейсовый автобус, проводить время можно в пунктах обогрева Красного Креста. В них предлагают спрятаться от холода и выпить горячий чай. Волонтеры будут оказывать помощь, пока это необходимо. В свою очередь сотрудники МЧС продолжают дежурить круглосуточно. Движения по отремонтированному мосту планируется открыть до конца года. Сейчас специалисты готовят проект. В Гомельском филиале Международного университета МИЦУ открылся первый в регионе криминалистический полигон. Здесь будут проходить практические занятия по подготовке специалистов для Следственного комитета. Размещено сразу шесть учебных площадок. На полигоне можно моделировать реальные следственные ситуации под тем видом преступлений, с которыми наиболее часто сталкиваются следователи. Жилая комната, где совершена кража, ванная, в которой убили человека, банковский офис. Здесь создана угроза информационной безопасности компании. Занятия будут проводить не только преподаватели Гомельского филиала Международного университета МИЦУ, но и сами следователи с практическим опытом. Кроме того, со следующего учебного года студенты начнут заниматься еще и по новой программе, которая учитывает новые реалии в обществе. В частности, речь идет о развитии цифровой экономики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Конец 2017-го, начало 2018-го стали по-настоящему рекордными по количеству документов, принятых в стране, направленных на развитие бизнеса и самозанятости. Что в первую очередь стоит выделить? Ну да, вы абсолютно правы. За последнее время, за последний буквально квартал, три месяца принято восемь нормативно-правовых актов. Это и декреты, и указы, и в их развитии другие документы. Я бы хотела обратить внимание на известный декрет номер 7, который направлен на развитие предпринимательской деятельности. Обсуждаемый, скажем прямо документ. Обсуждаемый, да, наверное, уже у всех на слуху. Отдельно выделить вопросы о занятости физических лиц, о возможности имя осуществлять ряд новых видов деятельности, а также вопросы развития общественного питания, розничной торговли и бытового обслуживания в сельской местности. Плюс к этому указы о развитии агротуризма и ремесленной деятельности. Итого 8, ну скажем так, резонансных документов. На чем стоит остановиться подробнее? Ну я бы еще дополнила предыдущий наш вопрос. 376 указ, который будет регулировать контрольную деятельность. Тоже очень много изменений в него внесено. И известный декрет нашумевший, который, наверное, нету нигде в мире. Это декрет цифровой экономики, декрет номер 8. А вот здесь немного подробнее. Ну, на сегодняшний день это действительно революционный, уникальный документ. На сегодняшний день им четко определены статус парка высоких технологий. В этом декрете прописаны правовые режимы для разработки, использования и внедрения токенов. То есть на сегодняшний день предприятия могут заниматься этими вопросами. Вопросы блокчейн-технологий, наверное, у всех на слуху, но даже я не очень понимала до того, как принят этот декрет. И внимательно его почитала, что это... То есть другими словами, документы гиперсовременные. Безусловно. Они как минимум идут в ногу со временем. Что говорит бизнес об этих документах и что ждать бизнес-сообществу? Ну, давайте вернемся опять к декрету номер 7. Его преамбула и, в принципе, вся его, скажем, идеология настроена на взаимодействие государства и бизнеса. И государство этим декретом, этими положениями отдает бизнесу часть своих полномочий, перекладывая ответственность за принятие решения. Мы все прекрасно понимаем, что бизнесмен – это тот человек, который принимает решения во всем. Он принимает решения, как строить свой бизнес, он принимает решения, что производить. Он принимает кадровые решения, налоговые решения. И здесь зачастую он был связан рамками и административных процедур, и каких-то иных требований до открытия бизнеса. Скажем так, в 7 декрете очень большой раздел посвящен уведомительному принципу начала определенных видов деятельности. Это 19 видов деятельности, которые связаны в том числе с розничной торговлей, с общественным питанием, с оказанием ряда услуг, с оказанием психологической помощи. И для каждого отдельного вида деятельности был предусмотрен нормативно-правовой акт. Будь то занесение в торговый реестр, в реестр брутовых услуг, еще куда-то. Сегодня субъект хозяйства не должен ждать совершения этой административной процедуры. Он может при соблюдении всех условий уведомить районные власти, исполнительные власти о том, что он начинает вести свой бизнес. Ему совершенно не надо ждать того момента, когда эта разрешительная система заработает. То есть бизнес принимает на себя ответственность за выполнение какого-то объема работы, государство ему делегирует эти права. Доверительные отношения. Как считаете, вот это самое потепление бизнес-климата в стране, оно должно принести новое бизнес-единице? Знаете, на сегодняшний день я не могу сказать, что резко возрастет количество предпринимателей, хотя мои ожидания, наверное, будут где-то колебаться в районе индекса делового оптимизма. Сегодня многие говорят о том, что с принятием последних нормативно-правовых актов он вырос на 14%. Поэтому как минимум 14% мы ждем прироста в этом году. С плюсом, да. Но вообще, в принципе, действительно, динамика численности и субъектов хозяйствования малых предприятий, и субъектов хозяйствования индивидуальных предпринимателей, она находится где-то в таком, в относительно спокойном состоянии. Но я думаю, что все-таки с принятием этих документов количество и индивидуальных предпринимателей, и юрлиц возрастет. Это самое главное, возрастет количество физических лиц, которые, наконец-то, выйдут из тени и смогут совершенно спокойно осуществлять свой вид деятельности, как у нас долгое время в рекламе. Заплати налоги и спи спокойно. Сделаем каждый свой вывод. До новых встреч в эфире «Беларусь-4». Спасибо. Прозаик и драматург, член союзописателей Беларуси и союза театральных деятелей Василий Ткачев отпраздновал свое 70-летие. В честь юбилея гомельского литератора в Центральной городской библиотеке имени Герцена прошел его творческий вечер под названием «Творить – значит жить». На встречу с писателем отправилась и наш корреспондент Анна Корольчук. А сегодня ранницы, как и плановалось, мой Синичкин накировался на працу на новом автомобиле. Ой, провожай, аж прослезилась. Ей-богу. Ой, нарежьте, мой Синичкин стал человеком. Василий Ткачев – автор 28 книг для взрослых и детей и 70 пьес, которые ставят не только театры Беларуси, но и России, Казахстана, Украины, Молдовы, Туркменистана и Таджикистана. Будущий писатель родился в деревне Гута Рогачевского района, а вырос на Быховщине, куда переехали родители. Именно поэтому его произведения так близки людям. После окончания факультета журналистики Василий Ткачев работал в печатных СМИ и одновременно писал свои произведения. Начинал гомельский литератор как детский прозаик. Еще в середине 70-х годов в Минске вышла книга рассказов Василия Ткачева «Хитрый данник» для младших школьников. Позже к ней добавились «Портрет солдата», «Вятрак птушковольная», «Незвычайный диктант» и «Высокий страх». Василий Ткачев – мастер многих жанров. Он написал роман, десятки пьес, повести, рассказов, юморесок. Однако наибольшего успеха добился именно в качестве драматурга. Впервые его пьеса была поставлена в 1984 году Могилевским областным драматическим театром. А в прошлом году драматург стал лауреатом национальной литературной премии Беларуси за сборник пьес «Характеры» на белорусском языке. Он вырос с публицистки, с прозы. Напевно, тот опыт, который он набил в тот час, дает ему мягчимость, давала ему мягчимость, створать правдоподобные образы своих лиричных героев, драматичных героев. Им нельзя не доверять, им нельзя не спочувать. «Безьягора буди гора», «Жаночу вули», «Марш шульгина», «Старые дорога», «Пероправа на Казантип». В этих произведениях писатель проявил себя хорошим психологом, который умеет рисовать человеческие характеры. Пьесы отражают настоящие социальные катаклизмы, которые происходят в обществе. Они наполнены белорусским колоритом. Полвека трудится Василий Ткачев на ниве родной литературы. Может показаться, что все ему дается легко в жизни. Конечно, такой яркий талант. Но по словам родных и друзей, он, как никто другой, умеет слушать людей и кропотливо работать над текстом. По-перше, он, как человек процовитый, отдады семьи. Он свой Валентин и завсёдый на любые встречи, только у двоих. По-другому, он такой человек, который любит природу. Он любит грибы собирать. Он вельми шануя земляков. Товарищский, гуморист, любит трапное слово. Василий Ткачев смог добиться многого. Стал лауреатом Международной премии «Дружба», Литературной премии имени Дован Розапольского и Российской премии имени Баяна. Он награждён почётной грамотой Министерства информации Республики Беларусь и памятным знаком «Почётный учитель творческой молодёжи» Международного союза писателей и деятелей искусства СНГ. Произведения гумерского писателя переведены на русский, украинский, туркменский, удмуртский и другие языки. И сам Василий Ткачёв работает в области художественного перевода. Его охотно печатают литературные журналы. Однако задумок и желаний у драматурга ещё очень и очень много. Главное, чтобы здоровье не подводило. Во время своего творческого вечера литератор пообещал гостям жить и работать с ещё большим энтузиазмом и дарить людям радость встреч со своими героями. У меня книга надеюсь «Похвалить прожитый день». Когда я смогу похвалить прожитый день в вечере, значит, я его проживу добро. Вот что меня натхняет. Ну, стараюсь сам для себя створать за всюду добрый настрой и делиться этим настроем для инших. Анна Корольчук, Игорь Марищенко, Новости недели. Далее в программе обзор культурных событий. В Добружском районном краеведческом музее открылась выставка икон. Её представил бывший сотрудник милиции и ликвидатор последствий катастрофы на Чернобыльской атомной станции Василий Калинин. Творчеством автор увлекался ещё с детства, а вот иконы начал писать два десятилетия назад, после выхода в отставку. А в Гомеле на уходящей неделе состоялся концерт камерного хора областной филармонии. Выступление проходило под руководством главного дирижёра коллектива, заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь Елены Соколовой. Концертная программа под рождественской звездой позволила слушателям отправиться в музыкальное путешествие по разным странам мира. За культурной жизнью региона всю неделю наблюдала Вероника Ворошилина. Куклы известны человечеству с древних времён, однако в обыденной жизни они выполняют роль не только игрушек. Есть куклы коллекционные, интерьерные, есть те, которые служат талисманами и являются частью ритуальных обрядов. Сегодня изготовление кукол набирает всё большую популярность, причём как у ремесленников, так и у обычных людей. Всё потому, что это достаточно доступный, но в то же время увлекательный вид творчества. В Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина на уходящей неделе открылась выставка кукол. Свои уникальные творческие работы здесь представили члены Белорусской гильдии мастеров и ремесленников, в том числе победители международного конкурса текстильной куклы и игрушки в Санкт-Петербурге. В экспозиции авторские куклы выполнены в различных техниках. Народная тематика представлена преимущественно куклами-оберегами. Есть интересный уголок с куклами в образах литературных героев. Процесс создания подобных рукотворных экспонатов требует немало времени, ведь детали костюмов и атрибуты нужно проработать до мельчайших деталей. В экспозиции более ста авторских кукол. Все они сделаны вручную, каждая имеет свой характер и индивидуальность. А в Добровском районном кровеческом музее тем временем открылась выставка икон. Их автор, бывший сотрудник милиции и ликвидатор последствий катастрофы на Чернобыльской атомной станции Василий Калинин. Он 20 лет служил в правоохранительных органах, творчеством увлекся с детства. Иконы Василий Калинин начал писать два десятилетия назад, после выхода в отставку. На выставке в Кривейческом музее автор представил около 30 работ, иконы, написанные в основном в последние три года. Местные церковнослужители к такому увлечению своего земляка относятся положительно, ведь это приобщение к духовному, как самого автора, так и тех, кто его работы созерцает. В Гомельском дворце культуры железнодорожников на уходящей неделе состоялся концерт камерного хора областной филармонии. Выступление проходило под руководством художественного руководителя и главного дирижера коллектива, заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь Елены Соколовой. Любители высокого искусства услышали лучшие композиции из репертуара камерного хора, шедевры церковнославянской духовной музыки, русской зарубежной классики, вокально-хоровые миниатюры, романцы. Концертная программа под рождественской звездой позволила зрителям отправиться в музыкальное путешествие по разным странам мира, окунуться в праздничную атмосферу вечера и получить заряд позитивных эмоций. Следующая неделя нам также подарит немало интересного. В Гомеле состоится третий международный фестиваль света «Гомель Лайтфест». Своё творчество представят коллективы и индивидуальные исполнители из Беларуси, России и Украины. Лучшие номера участников и специально приглашённых гостей можно будет увидеть на голоконцерте во Дворце культуры «Железнодорожников». А тем временем в Злобинском городском центре культуры на следующей неделе состоится концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля народной музыки беседа. Каждое их выступление – зрелище яркое и неповторимое. Высокий исполнительский уровень, разнообразие репертуара и индивидуальность артистов никого не оставляют равнодушным. Обзор наиболее ярких культурных событий для вас подготовили Вероника Ворошилина и Сергей Лукашук. Специально для программы «Новости недели». На этом у меня всё. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова